С вами Анатолий Криводидов, школа Кёксинкай. Я начинаю дальнейшую публикацию видео по этому видеокурсу. Начал я проект с 21 апреля и за это время выложил обзор по всей технике, включая третий дан. В основном это как эскизы, зарисовка, шпаргалка для ваших занятий. Только некоторые техники я обрисовал более подробно. По мере того, как я буду дальше снимать видео, надеюсь осветить подробно как можно больше техник. В то же время я смотрю, рассматриваю, показываю свой опыт и то, чему научился, как техника Кёксинкай работает в прикладном варианте. Я сейчас отснял 7 фильмов в Крыму, где как раз показываются такие возможности и я начал с базовых блоков, как варианты, как их можно применять. Я снимаю это обращение, кстати, в одном месте, где я люблю тренироваться помимо сквера. Это место называется Бранилопа у Семеновского озера под Мурманском. И оно характерно тем, что вот этот гранит, на котором я стою, ему более двух с половиной миллиардов лет. Миллиардов лет. То есть это время формирования геологических пород земли, когда еще микроорганизмы только-только начинали появляться. За моей спиной крутой обрыв и ледник Валдайского периода леденения шел вот с этой стороны крутой и, соответственно, образуются такие выпуклости крутые, как Бранилоп. Отсюда и произошло название. И в этом месте есть такое небольшое природное додзи. Оно совсем небольшое. Сейчас я вам покажу, где можно выполнять небольшие формы и кихон. Вот как раз это додзи. Оно окружено гранитом, который имеет миллиардные измерения. Очень небольшое, но здесь вполне можно выполнить санчи наката, тенсию, либо подвигаться с кихоном, выполнить какие-то другие упражнения, в том числе включая и столбовую практику. Самое главное, что работая в таком пространстве, ты прямо чувствуешь стопами какую-то глубину, которая позволяет постепенно твой ум настраиваться на то, что есть какие-то базовые ценности, и вся прочая шелуха, она отсеивается. Побыв в тишине в таком месте какое-то время, что-то в голове меняется. И я опять же со своей стороны могу рекомендовать, как можно больше заниматься на открытом воздухе. Иногда мы делаем какие-то рекламные акции, надевая доги, кимоно и делаем. Но это на самом деле не всегда удобно. Вы можете надеть любую подходящую спортивную одежду и заниматься в ней. Самое главное, что вы нарабатываете внутри, а не то, что на вас надето снаружи. Плюс еще в том, что место находится относительно недалеко от моего дома, то есть минут 20, максимум 30 прогулочного шага. Правда, в горочку там идет 2-3 участка хороших. Вот. И ты уже в тихом месте на окраине города можешь заниматься. Сейчас стоит хорошая погода. У нас середина сентября. Ну, бывает, когда я пробовал сюда добраться в декабре, в самый разгар полярной ночи. Вот. И там, конечно, чтобы пройти сюда. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина от назадной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И seizures點 и чертING. И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем Трудный путь опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем Трудный путь Опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал Пусть даже внизу он звезды хватал с небес Внизу не встретишь, как ни тянись за всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Внизу не встретишь, как ни тянись за всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на весеннее не уповай В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук, на руки другой вбитый грюк, и молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость рук, на руки другой вбитый грюк, и молимся, чтобы страховка не подвела Итак, возвращаясь к видеокурсу школы Кюксенкай Я напомню, что сейчас у меня выйдет 7 очередных фильмов. Я буду выпускать эти фильмы по четвергам. Пишите отзывы, свои пожелания высказывайте. Если вам проект нравится, вы можете поделиться им. Если есть желание поддержать этот проект, можете любую комфортную, умеренную сумму отправить на мой счет, чтобы я мог дальше снимать эти видео для вас. ОС! Субтитры подогнал «Симон»!